Компания Capcom выпустила новый тизер-трейлер нового персонажа для Street Fighter VI. Новый персонаж — Эд — ориентирован на боксёрский стиль боя и будет доступен игрокам, владеющим пропуском первого года, делюкс или алтимат изданием игры. Выход Эда намечен на февраль. Как обычно бывает с новыми персонажами, появляющимися в Street Fighter VI, Capcom, вероятно, выпустит более подробный трейлер по мере приближения к релизу Эда. В следующем трейлере мы, вероятно, увидим, какие комбо и миксапы может выполнять Эд. Помимо того, что Эд будет выпущен в составе обычной игры, он также станет частью режима Street Fighter VI World Tour. Сама Street Fighter VI, напомним, оказалась невероятно успешной для Capcom. Недавно компания сообщила, что игра была продана тиражом более трёх миллионов копий. Таким образом, общее количество продаж франшизы превысило 52 миллиона копий. Всем привет, это GSTV. Сегодня воскресенье, 21 января 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Machine Games и Bethesda появились на Xbox Developer Direct, чтобы наконец-то приоткрыть завесу над игрой про Индиану Джонса, которая теперь официально называется Indiana Jones and the Great Circle. С момента анонса игры про Индиану Джонса было много вопросов, и теперь на многие из них есть ответы, благодаря большому мероприятию Xbox Developer Direct. Machine Games имеет хорошую репутацию, благодаря франшизе Wolfenstein. Когда стало известно, что Machine Games разрабатывает игру про Индиану Джонса, многие задались вопросом, будет ли игра от первого лица, как и другие проекты студии. Или же это будет приключенческий экшен от третьего лица. Теперь подтвердилось, что Индиана Джонс — это в первую очередь игра от первого лица, хотя в ней будут присутствовать и элементы от третьего лица. Основная часть игры будет происходить глазами Инди. Сцены перемещения, по сложным локациям, будут выполнены от третьего лица. Ещё стало известно, что для игры используется внешность Харрисона Форда, а самого героя озвучит известный Трой Бейкер. События проекта развернутся между первой и третьей частями серии фильмов про Индиану Джонса, в поисках утраченного ковчега и последний крестовый поход. История начинается с того, что один человек пытается украсть артефакт из музея, расположенного в колледже, где Инди работает профессором. Это событие приводит к тому, что Инди отправляется в кругосветное путешествие, чтобы разгадать тайну Великого Круга. И в своём приключении Инди будет не один. Как и в серии фильмов об Индиане Джонсе, Джонсу помогает в его поисках компаньон. На этот раз к нему присоединилась Джина — репортер-расследователь, от которой многое зависит и которая уже давно отслеживает зацепку, связанную с тайной Великого Круга. В Indiana Jones and the Great Circle игроки будут разгадывать тайны, участвуя в рукопашном бою, стелсе, перестрелках и решении головоломок. Machine Games хочет дать игрокам множество вариантов решения каждой ситуации, в которой они окажутся. Конечно, в распоряжении Инди будет его верный хлыст, который используется и как оружие, и как средство передвижения. Помимо опасных врагов, с которыми игроки столкнутся в Indiana Jones and the Great Circle, им придётся решать разнообразные головоломки, некоторые из которых будут необязательными, а также множество смертоносных ловушек, продуманных в стиле Индиана Джонса. Релиз официально состоится уже в этом году. Почную дату мы узнаем, скорее всего, летом. Все игры, что вы видите в этом ролике, без каких-либо ограничений для жителей эров и Беларуси, можно купить на KISFGAMERS. Это торговая площадка с невероятным количеством товаров. Здесь можно найти практически всё — и Steam, и PlayStation, и Xbox, и Nintendo, и Battle.net. Игры можно получать как ключами, так и гифтами. Можно закидывать игровую валюту, приобретать софт и пополнять свой баланс в Steam, Google Play и других сервисах. Для этого просто перейдите в раздел «Карты пополнения». В том же разделе можно купить подписку на PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Здесь много разных продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а, соответственно, можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка Kiwi и карт Мир. Да, ожидаемо есть наценка, но наш промокод GSTV снизит стоимость совершенно любого товара на 20%. Плюс обратите внимание, что на KISFGAMERS вам никто не запрещает торговаться. Попробуйте написать продавцу в чат и попросить у него скидку. Мы уверены, что у вас получится сэкономить ещё сверху 10-20%. Фраза «торговая площадка» — здесь не пустой звук. Ссылка в описании. Еще одна игра с Xbox Developer Direct — Avowed от Obsidian, которую студия анонсировала ещё в 2020 году. Действие ролевой игры от первого лица с элементами фэнтези разворачивается в живых землях — отдалённом регионе мира Эора из серии Pillars of the Trinity от Obsidian. Главная цель игрока — расследовать таинственную духовную чуму, которая разрушает регион, используя бой, дипломатию и исследование, чтобы проложить свой путь через мир Avowed. Опыт Obsidian, интригующая идея игры и долгое ожидание с 2020 года привели к тому, что Avowed стала одной из самых ожидаемых игр 2024 года. Несмотря на то, что фанаты уже успели ознакомиться с игрой, команда разработчиков до сих пор воздерживалась от глубокого погружения в боевой аспект будущей RPG. В Avowed реализована гибкая боевая система, позволяющая пользователям самим решать, как подходить к каждому столкновению. В игре есть настраиваемые боекомплекты, которые можно легко переключать в полусражение, позволяя быстро чередовать заклинания, меткую стрельбу и рукопашный бой. В Avowed также реализована система двойного оружия, которая позволяет игрокам комбинировать оружие или инструменты из разных категорий, чтобы соответствовать своим потребностям или создавать уникальные стили игры. В одном из фрагментов геймплея показано, как игрок использует левую палочку, чтобы заморозить врага, а затем применяет силовую атаку правого меча, чтобы разбить противника на куски. Кроме того, игроки могут использовать систему двойного владения, чтобы удвоить один вид оружия, что создаёт свои преимущества. Среди видов оружия в игре есть мечи, пистолеты, жезлы, щиты и, возможно, многое другое. Разработчики объяснили, что боёвка в Avowed ориентирована на то, чтобы быть гораздо большим. Она включает в себя способности, мощные атаки ближнего боя, блоки, парирование и специальные атаки. Кроме того, в игре представлен широкий выбор противников, некоторые из которых выполняют особые функции — например, лечат других врагов. Предполагаемая дата выхода Avowed пока неизвестна, но Obsidian подтвердила, что релиз состоится осенью 2024 года. Фанаты предполагали, что относительно небольшой масштаб Avowed может стать скорее преимуществом, чем недостатком, и выступление разработчиков на Xbox Developer Direct, похоже, подтвердило это. Obsidian объяснила, что сосредоточилась на создании захватывающего и детально проработанного мира Avowed, а некоторые из квестов предполагают принятие сложных решений с глубокими последствиями. Один из аспектов, который остался неупомянутым — это функция компаньона Avowed, которая может стать одной из сильных сторон игры, основываясь на предыдущих играх Obsidian, таких как The Outer Worlds. Фанаты надеются, что у компаньонов Avowed будут собственные мини-арки, что позволит раскрыть ещё больше сюжетных линий. После нескольких лет разработки официальная дата выхода Senua's Saga Hellblade 2 была подтверждена на Xbox Developer Direct. Сиквел Ninja Theory официально выйдет на ПК и консолях Xbox Series 21 мая. Как и оригинальная приключенческая экшен-игра 2017 года, Hellblade 2 — это суровый и кровавый опыт, разворачивающийся в древнем скандинавском мире. В сиквеле Senua примирилась со своим прошлым и оказалась в Исландии в поисках викингов, поработивших её народ. По пути Senua столкнётся с налётчиками-викингами, великанами и зомби-подобными монстрами, вступая с ними в жестокие схватки. Ninja Theory работала над созданием совершенно новой боёвки для сиквела, повышая сложность действий, которые Senua может выполнять против более широкого спектра противников и создавая более динамичный ход боя, стараясь при этом рассказать историю каждой встречи. В рамках презентации Developer Direct глава студии Ninja Theory Dom Matthews заявил, что Hellblade 2 сфокусирована на создании более короткого, повествовательного опыта, который фокусируется на вещах, которые нас действительно волнуют. Согласно синопсису игры, одна из тех вещей, которые действительно волнуют команду и которые перекочевали из первой части серии — это исследование психического состояния Senua в Hellblade 2, где она сталкивается с битвой за преодоление тьмы внутри и снаружи в рамках жестокого путешествия на выживание через мифы и мучения Исландии викингов. Senua борется с психозом, видя и слыша то, чего нет. Ninja Theory приложила немало усилий, чтобы изобразить это в точности, уделив особое внимание звуковому сопровождению игры и голосам, которые будут слышать игроки, воплощая Senua на протяжении её путешествия. Впервые Hellblade 2 была представлена на церемонии The Game Awards 2019, и с тех пор, Ninja Theory понемногу раскрывает информацию о сиквеле. Студия использует движок Unreal Engine 5 для создания невероятно реалистичной лицевой анимации, и было интересно наблюдать за тем, как разработчик применяет новые решения для дизайнерских задач, например, играет с едой. Для придания исландской аутентичности Ninja Theory даже объединилась со скандинавской фолк-группой Heilung для создания саундтрека к игре, поэтому с нетерпением ждём 21 мая. Компания Hoyaverse опубликовала ролик Honkai Star Rail, который знакомит нас с бандой уничтожения — группой последователей разрушения, которые собираются устроить веселье на Пенаконии. Вероятно, они станут главными противниками команды Звёздного Экспресса в версии 2.0 и ряде последующих. Возможно и то, что часть из них потом станет играбельными персонажами, но про это пока достоверной информации нет. Выход версии 2.0 ожидается к китайскому Новому году — 7 февраля. В ней нас ожидает мир гармонии и развлечений Пенаконии, знакомство со множеством занимательных персонажей, новые сеты, ивенты, награды и так далее. Bungie анонсировала, что после почти десятилетия и бесчисленных жалоб они, наконец, добавят в Destiny 2 систему, позволяющую игрокам редактировать внешность своих персонажей. Удивительно, что для студии, продающей дополнительные трансмагрификаторы, новая система будет абсолютно бесплатной — это должно успокоить тех игроков, которые в своё время решили, что будет забавно создать робота с вычурными антеннами и макияжем от макушки до пяток, и с тех пор застрялись таким образом. Точной даты запуска новой системы пока нет, но Bungie также сказала, что в марте сбросят лимит еженедельных заданий за трансмагрификаторы — каждый персонаж может бесплатно заработать по 10 штук за сезон, а дальше их нужно покупать за реальные деньги. Учитывая, что текущий сезон из-за задержки The Final Shape тянется целых полгода, похоже, студия решила бросить за всегда-тем трансмагрификации кость. Ранее Bungie говорила, что для смягчения затянувшегося сезона они добавят бесплатный контент. По оценкам аналитической компании Omdia, к концу 2023 года у Microsoft было порядка 33,3 миллиона подписчиков Xbox Game Pass. Такую информацию приводит IGN в статье о стратегии Microsoft с экосистемой Xbox. Как упомянул старший аналитик игровой индустрии Omdia Джеймс Макуиртер, темпы приобретения Xbox Game Pass замедляются. По прогнозам компании, исключая базовый тариф, на конец 2023 года у Game Pass было 33,3 миллиона подписчиков. Насколько точно это число, не ясно, но в прошлом сентябре в профиле старшего директора по маркетингу Xbox Крейга Макнери упоминалось более 30 миллионов подписчиков Xbox Game Pass по состоянию на август 2023 года, а два года назад босс Стукей Штраус Зельник предположил, что у Xbox Game Pass 30 миллионов подписчиков. Фил Спенсер, присутствовавший на том же мероприятии, не подтвердил и не опроверг эту цифру. Четвёртая игра с Xbox Developer Direct – Ara History Untold, по духу схожая с цивилизацией. Здесь вы тоже будете переписывать историю человечества. Как рассказывают авторы, их всегда смущала предсказуемость в подобных стратегиях. То есть, если вы разгадали, как работает механика, то в определённой степени достигли совершенства в игре. В Ara хотят добавить больше непредсказуемости, чтобы пользователи чаще адаптировались, а не катились по оптимальному маршруту. Непредсказуемости помогает динамичное дерево технологий с элементом случайности. Например, может случиться так, что если вы начнёте исследовать астрономию, то технологии косметики или колесниц окажутся недоступны как минимум на какое-то время. Вместо разных условий победы используются универсальные очки престижа, они измеряют влияние вашей цивилизации. Однако набирать престиж можно разными методами – наукой, культурой, войной и так далее. Ещё одна жанровая инновация – крафт. Он помогает тренировать новых юнитов, а также отправлять подарки другим народам или прокладывать торговые маршруты. В итоге ресурсы на карте становятся менее статичными. Вы можете комбинировать их и получать новые ценности для применения в разных сферах геймплея. Разработчики много думали над тем, чтобы сделать партии менее затянутыми. Так в ARA появилась система актов. Акт разделён на три фазы. Перейти в следующую фазу смогут только те участники партии, которые набрали достаточно очков престижа. По мнению авторов, таким образом игроки, выбравшие неверную стратегию, отсеются намного раньше, и им не придётся торчать до конца партии лишь ради того, чтобы выяснить, что фактически они проиграли ещё в самом начале. Система актов действует и в одиночном режиме, и в мультиплеере. Во втором случае акты дают хорошую точку для паузы, то есть вместо того, чтобы пытаться одолеть партию за один присест и спорить о том, когда заканчивать, вы с друзьями можете сыграть первый акт в первый день, второй во второй, а третий в третий. Ещё одна механика, которая особенно сильно пригодится в мультиплеере — параллельные ходы. Результаты хода всех игроков вычисляются одновременно. Благодаря этому, во-первых, вы вынуждены всегда думать наперёд и предугадывать действия противника, а во-вторых, вам не придётся ждать, пока другие участники закончат свой ход. ARA History Untold выходит осенью на ПК и Xbox Series, Oxide Games собирается развивать игру после релиза при активном участии сообщества и надеется, что через пять лет ARA продолжит получать дополнения и обновления. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram, играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV.